Как вы относитесь к заявлениям некоторых граждан о том, что за вами стоят темные силы? Вы атеисты или верите в Бога? А если не в Бога, то во что? На самом деле Бог есть, открою вам тайну. Я могу это доказать, как два, что два. Потому что мотивы, аргументы всех атеистов, это дравянизм, возникает вопрос, если не Бог, то что? На место Бога ставят естественный отбор. Ну как движущую силу эволюции. Но возникает вопрос, который никому не приходит в голову почему-то. Хотя он очень простой. Но откуда взялся естественный отбор? Все возникло в результате естественного отбора. А сам естественный отбор откуда взялся? Механизмы? Он-то не мог возникнуть в результате естественного отбора. От этого вопроса никуда не уйти. И ответа на него вам никто не даст, как предчувствовать. Хотя я его задаю первый раз, вслух. Может его публиковать в своей газете, и это произведет фурор среди людей, которые что-то хоть понимают. Ну конечно, может не заметить, что вам останется. Насчет темных сил. Ну, пока я помогаю людям. Вот знаете, вот факты. Что там говорят, вообще я не знаю. Но вот реальные факты. Я помогаю людям. Почитайте письма о выигрышех. Почитайте, как люди с слезами на глазах меня благодарят, что я там выживаю. В это время, что без вас бас голду стук. А в Библии, между прочим, написано, что по делам их и вы знаете. И что не родятся. От чего там уже не помнят. Какого-то бурьяна там. Яблоки. Так что вот так. Что дерево обознается по плоду. Представьте себе, что есть бог и дьявол, и они вмешиваются там в чьи-то судьбы, стараются остаться незамеченным. Вопрос. Можно ли их, так сказать, поймать дьявола за хвост? Вычислить. Вроде бы нет. Поскольку каждое событие, так как они всемогущие, они могут выдать за случайность. Ну, на самом деле можно. Поскольку случайностей станет слишком много. Нарушится неизбежно статистическая картина мира, событийная вокруг вас. Вот если случайностей слишком много начинает происходить, то вы уйти на чеку. Значит, вам заинтересовались. Где-то там, или вверху, или внизу. Так что у меня много их происходило. Какие вещи делают вас счастливым? Какие вопросы задаете? Вещи вообще человек счастливым сделать не могут. Так вам в секрету сообщу. Понимаете, ну, все эти вопросы, я все равно что спрашиваю, что такое ветер, что такое вода, ну, они словами, их не опишут. Вот что такое счастье? Какие вещи делают вас счастливым? Ну, то есть, когда ты счастлив, ты это чувствуешь. Все, лучше на это можно ответить. Когда ты несчастлив, ты это тоже чувствуешь. Но что это такое? Объяснить невозможно. На самом деле, мне масса писем приходит, которые, людей, которые восторгаются моими писательскими талантами. Я, знаете, свои таланты и качества очень трезво оцениваю. И вообще, как писатель, я ничуть не ниже, чем финансист. Вот почитайте мои книги и убедитесь. А если люди этого не понимают, то тем хуже для них. На самом деле, все понимают, просто немногие читают. Там, вероятно, название отпугивающее. Сын Люцифера. Как ни странно, вроде взрослые люди, для меня это было прямо удивительно. Но факт остается фактом. Название сына Люцифера многих отпугивает. Так что, почитайте. Увидите. Сын Люцифера, величайший роман с всех времен однородных. Вот прочитайте. Я понимаю, что вы там все стороннее служите. Но вот вы прочитайте и поймете. Можно ли вас поделить, но вроде писателем, а вроде предпринимателем? Блин, ну... Писательствовал я только в тюрьме. То есть я там и стихи писал, и прозу. На воле я ничего не пишу. На воле человек должен жить. Так что, понимаешь, что значит поделить? Как можно поделить? Ну, вот есть личность любому человека. Это и он и предприниматель, и писатель, и все в целом. Вот так же вот говорят, что вот там, ну... Ты меня любишь за деньги. Да это на самом деле неправильно. В том смысле, что деньги это тоже часть личности. Если бы не было денег, это уже был бы не тот человек. Поэтому тут все нераздельно. Так что... Сам вопрос. Некорректно. Корректор А.Кулакова